Привет, мальчишки и девчонки! У нас сегодня очередной босс из мира Final Fantasy. И имя ему AirBuster, переводчик от известной компании Google, отказался переводить дословно. Поэтому получился воздушная попойка. После сканирования мы узнаем, что он имеет огромный запас здоровья, 32 848 жизней, боится эта консервная банка молнии, лайтнинг, а самое важное, что победить мы его должны за 21 минуту 30 секунд. Итак, переходим к способностям этого босса. Бигбандер выбрасывает бомбу на выбранную цель, зона поражения обширна. Танкбастер. Выстрел из груди гигантским лазером. Одиночный выстрел из основания по одному персонажу. Накапливает заряд электричества, чтобы сильно ударить током ограниченное поле поражения. Разбрасывает большое количество электрических бомб. Держитесь подальше от них. Отсоединяет правую и левую руку. Мерч. Присоединяет руки назад. Хаотический запуск лазерных лучей по выбранной цели. Выстреливает семью с гузками электричества. Проводит замечательную серию ударов. Стреляет из всех пальцев лазерными по выбранной цели. Очередь из пушек. Вперед по выбранной цели. Итак, рекомендации к бою. Бой будет поделен на три этапа. Первый этап. Клоуд будет отрезан от команды. Поле боя линейное и куда-то отбежать или отпрыгнуть не получится. На первом этапе применяется старый добрый дедовский способ ведения боя. Бьем напролом. Проводите Тифа и Клаудом тяжелые физические атаки. Баррет как дальние поддержки. В виде магии грома и стрелеба из пушки. На втором этапе во время накачки для гигантского лазера убегаете на боковые дорожки. Это вертикальная атака. Она не поразит вас ни с одной стороны этих дорожек. Левая и правая рука аэрбастера отделяются от тела и атакуют вас самостоятельно. Атаки от них происходят с двух сторон. Опять же, спрятаться, отбежать или отпрыгнуть не получится. Классический бой. Кто больше успеет нанести повреждения. Сконцентрируйте свои атаки на руках. После непродолжительного махача, стандартных атак в перемешку с магией, руки вернутся к основной части тела. Третьим, финальном этапе, аэрбастер будет в воздухе вне достигаемости для атак Клауды и Тифа. Лучше используйте барреты и его дальние атаки в перемешку с магией. А когда аэрбастер будет приближаться, наносите тяжелый урон ближним бою. Сильные атаки Клауды и Тифы вам в помощь. Босс совершенно несложный, как и все поделки от корпорации Шиннера. Немного терпения, лечения и куча магии в симбиозе с классическими тяжелыми атаками оружием, и босс будет повержен. А у меня на этом все. Играйте в игры, изучайте вселенную и не болейте. Пока-пока. Если я вдруг что-то упустил, обязательно напишите об этом в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok